Ребята, начались горные дороги. Я обгоняю вот этот вот трак, потому что здесь мост. Я, короче, ехала-ехала почти сотку, но здесь нереально ехать сотку, потому что очень опасно. Я чуть притормозила, чтобы снова сделать вам видео, потому что здесь уже есть что показать. Горы красивые. Мы уже почти час едем. А я вот этого чувака обогнала на Линкольне, а он меня сейчас опять обогнал. Вот. Я же с мужем по этой дороге ехала уже однажды, когда он меня из Сиэтла забирал на машине. Но я что-то особо ничего не помню. Я тогда очень плохо себя чувствовала, и у меня болела голова, и мы были уставши, мы ехали вечером, было пасмурно. И я помню, что мы даже эти 10 часов не доехали до Монтана, мы где-то заночевали в каком-то маленьком отеле. Но я сегодня постараюсь за сегодня сделать 10 часов. Тут, в принципе, на этих дорогах больше в 80 нельзя делать. В 80 это потолок. Поэтому я как бы стараюсь не гнать. И не хочу, чтобы там меня где-то тормознули. Бензина у нас еще хватает. Видите, здесь уже поприкольнее такие дороги. Как на этих. На мотоконках, короче. Все своих коров уже выпустили в поля. Коровы пасутся. Погода кайф. Тепло. Вот. И что еще вам рассказать в Монтане. Какая жизнь в Монтане. Интересно. Едешь и столько действительно бескрайнего неба. Просто какого-то простора. И это необычно. Нету много людей на дороге. Нету трафика. А я обожаю ехать. Вот мне надо выпустить парк, как говорится. И я вот еду. Кайфую, что я еду. Наслаждаюсь этими прекрасными видами. Там такой каньон был интересный. Вот. Мы движемся по направлению Блют. Это тоже такой городишко маленький. Вот. Вот. Вы видите, скорость спидлимит 80. Поэтому. Стараюсь особо не гонять. Хотя это сложно, потому что я хочу быстрее доехать. Дороги в Америке прекрасные. Конечно, с украинскими дорогами не сравнить. Хоть на что-то правительство деньги тратит. Что здесь даже в самой-самой далекой глубинке есть дороги, есть туалеты. И как бы вообще без проблем. Есть туалетная бумага. И туалеты не воняют. Как там у нас на границе. Я помню, когда я жила в Германии. И мы на автобусе ехали из Германии в Украину. Опять-таки же это 10 часов, по-моему, или сутки. Ну, как-то так. И вот даже туалет на границе. На границе. Это было что-то невероятно злачное и вонючее. И вообще это просто... Туалет. Адский туалет. Чтобы не сказать, туалет из ада. Я помню это до сих пор. Это чудесный момент, когда нас высадили. Там, значит, чтобы проверить документы и все такое. Чтобы мы в туалет сходили, размялись. Мне тогда было сколько лет? Это, конечно, впечатление не для слабонервных. Наши туалеты украинские. Там где-то вот... По бездорожью между городами. Поэтому очень неприятно это вспоминать. А вот дом на колесах. Я хочу такой дом купить. Тайний хаус называется. Вот. Кстати, кто-то купил. Е-е-е. Круто. Вау. Везут куда-то. Сейчас очень в Америке... Кстати, хорошо, что вот мы сейчас встретили этот дом на колесах. Очень популярно становится движение tiny house. Tiny living. Что значит вот эти вот маленькие, малюсенькие домики. И жить в маленьких домах. Чтобы минимализм. Чтобы человек избавлялся от вот этих всех... Кредитов, долгов своих. Я очень много нашла в инстаграм. Компаний американских и канадских. Которые производят такие дома. И так как жилье очень дорого купить в Америке. Ну, оно доступное, конечно. Но для большинства семей и людей не совсем доступно. То есть ты, если берешь кредит, то это лет на 30. И людям, соответственно, не выгодно. Потому что они... Особенно вот молодым семьям, у кого дети... Так они покупают вот такие вот дома маленькие. Там, конечно, делают просто шикарно. Я смотрела видео на ютюбе. В разных странах люди живут. То есть это нужно либо землю купить. Либо есть какие-то... Вот они в кемпингах живут. Ну да, это не совсем круто. Ну, как бы там... Ну, по-разному. Некоторые люди выкупают эти маленькие домики. Они стоят от 20 тысяч и выше. То есть до беспредела. Смотря что вы хотите в этом доме иметь. То есть, опять же, можно из контейнера в дом сделать. Тоже эта движуха такая крутая. И я смотрела эти видео. И я понимаю, что это реально работает. Это сейчас очень становится популярно. И люди... Это доступно. Вот. Это доступно становится по деньгам. Потому что вместо того, чтобы потратить на жилье, там, на какую-то квартиру 200 тысяч... Вы за эти 200 тысяч можете этих маленьких домов купить. Или контейнеров. Там, допустим... Там по square feet, там, считается. По размеру этих контейнеров. Что можете сделать себе шикардосный дом построить. Вам и дизайн сделают, и все, что хочешь. Там и двухэтажный, и какой угодно. Я смотрела на YouTube видео этих домов. Ребята, это просто unreal. У меня челюсть отпадала, когда я видела, из чего этот дом сделан. Этот дизайн. Ну, невероятно. То есть, это огромная экономия денег. Это огромная конкуренция для, на самом деле, real estate. Для тех, кто вот... Для риэлторов. Потому что они теперь в панике, наверное. Ну, это еще не настолько популярно стало, как это может быть. Но я уверена на 100%, что очень скоро люди просто перейдут на эти дома. И будут уже строить из более дешевого материала. И причем это все строится очень-очень быстро. То есть, буквально там, я не знаю, ну, меньше, чем за месяц, наверное, у вас может быть новое жилье. Но проблема в том, что это ведь не настоящий дом. Это не настоящее жилье. Ну, как сказать, не настоящее жилье. На него сложнее пройти эти все проверки. Потому как в законодательстве, или как это называть, я не знаю. То есть, ну, вот обычный дом, когда ты покупаешь или квартиру, да, там же есть определенные правила. И инстанции, которые, ну, приходят, там проверяют, там, свет, воду, там, все провода, как это все подключить. А к этому дому, как бы, ну, нет определенных правил. То есть, это уже чуть сложнее получить разрешение, чтобы этот дом построить, там, или установить где-то. А, допустим, он же большой, все равно, по меркам, допустим, того же трейла, трейлера, трейлер, да, трейлер, да. Вот эти вот, ну, такие, как бы, вагончики, которые тоже передвижные. RV парки у нас здесь очень популярны в Америке. RV парки. То есть, это как RV парк. Это такой, как, вот, тоже дом на колесах, но он не выглядит как дом. Он выглядит как мини-автобус. Или как такой мини, ну, как такая машина большая, как, ну, да, как мини-автобус. Но там оборудована, там, туалет, душ, да, как бы, и тоже они довольно дорогие. Есть, доходит предел ценовой до даже тех же 200 тысяч. То есть, это безумие. Купить себе такой дом на колесах, это даже не дом, это просто вагончик за 200 тысяч. Поэтому это тоже становится невыгодно. Но ты с этим вагончиком, в чем разница между этими tiny house и вот этими вагончиками, автобусами? Тем, что ты с этим автобусом, ты можешь, в принципе, путешествовать по Америке и даже останавливаться в отеле, переночевать. Вау, тут тоже вот очень красиво становится. Красивый такой вид, когда солнце переливается. Видите, холмы разного цвета, там темнее, там светлее. Блин, вот с правой, с левой стороны от меня горные вершины, покрытые снегом. Но я не могу повернуть туда камеру, потому что я за рулем. Так вот, то есть я когда, ну, вот в отеле сейчас работаю, то у нас очень часто останавливаются такие вот парочки, люди, даже пожилые, которые путешествуют или там перевозят свои вещи. То есть или у них нет временного жилья, они, ну, то есть не временного, а постоянного, простите. И они вот, вот сейчас вот я буду подъезжать, вот эта белая вот такая штука едет. Вот, ну, к примеру, такая, есть побольше, они разных размеров. Как однокомнатные есть, есть как студии. Даже вот Портнов, это блогер, тоже известный мужчина из Калифорнии, он делал обзор, вот, видите, вот я проезжаю, вот, это дом на колесах. Ну, такой, как, вот если кемпинг делать, да, или что-то, вот люди с собой их возят. И там живут несколько дней, то есть чтобы ни в машине, ни в палатке, а вот в этом домике. Поэтому действительно становится очень популярным и интересная эта такая движуха. Я видела, у нас останавливаются в отеле с такими домами. И разница между тайный хаус, то, что тоже, да, он на колесах, вы можете его перевозить с собой. Но это уже другой вид временного жилья. И уже с этим сложнее становится. Потому что вы должны все-таки его где-то, ну, на землю поставить, обосновать. Еще вот эти, вот, компост туалет, я тоже понятия не имею, как им не пользоваться. Я смотрела видео, то есть, да, ну, как бы проблема с этими туалетами, куда там это все было выбрасывать, сколько носить. Опять же, как оно там обогревается, этот домик, непонятно. У кого-то кондиционеры прям стоят, ну, установленные в этих тайнинг-хаус, тоже смотрела. Но это, опять-таки, это если жить, это если постоянно, никуда это не перевозить с собой. Я знаю, вот тоже на Инстаграме нашла людей, у них и дети есть, парочка. Они где-то в Калифорнии, по-моему, добились того, чтобы получить разрешение на землю, видимо, чтобы поставить там этот тайнинг-хаус. И они делают деньги на том, что они сдают этот дом в таком там прекрасном месте, где-то в Калифорнии. И они, ну, тоже не верили, что они добьются этого, что у них получится, и им дадут разрешение. Вот, но они даже показывали на, там, по-моему, даже на Ютубе, где, как они делали открытие, там приехали люди, снимали у них, там брали интервью, что вот как бы это круто, они осуществили свою мечту. Ну, на самом деле, я вижу, что много людей сейчас это делают. И это реально круто, это реально, ну, экономия денег. Хотя для кого-то, вот для меня, допустим, на данный момент, учитывая то, что у меня машина в кредит, там, по кредиткам долг, то я, ну, не могу себе позволить даже этот домик купить. На колесах, да, там, за 20-14 тысяч. Хотя, ну, со временем, может быть, может быть и получится. А вот такая горная дорога вот началась опять. У меня всегда так стремает на этих дорогах ехать. Давайте я немножко помолчу и сосредоточусь, потому что здесь высоко, и у меня даже закладывает уши, немножко закладывает уши. Зак, посмотри, какая красота, какие горы там, вон, дивина. Я удивляюсь, что у него еще iPad работает, это вообще чудо. Как iPad может работать без интернета, непонятно. Как-то может. Так вот, и мы с мужем тоже мечтаем, что мы купим землю рано или поздно, только мы не можем определиться еще пока, где в Монтане, и сделать отель. Но тоже сдавать вот эти tiny house, которые нам привезут уже готовые, со всем необходимым внутри. как по Airbnb или сделать такой своего рода cabins вот в лесу, кто приезжает отдыхать в Монтану, охотиться там, не знаю, рыбачить и все такое, и как бы сделать это семейным бизнесом. Ну, это, конечно, моя мечта, моя идея. Я всегда хотела это как-то осуществить, воплотить в жизнь. Не знаю, получится или нет, ну, посмотрим. Пока, конечно, хватает других забот. Я сейчас пытаюсь все равно как-то делать карьеру в отельном бизнесе. Мне повысили зарплату наконец-то. Я сейчас получаю уже 14 долларов в час, а начинала когда-то с 10. Поэтому у меня заняло 4 почти года. О, эти траки, блин, они все тупят здесь. А там, видимо, дорога будет вообще жопа, потому что вам показывают там кэрв. Поэтому все большие траки очень-очень медленно едут. То есть, ну, заняло у меня почти 4 года, чтобы мне повысили зарплату, чтобы я по своему опыту была достойна такой зарплаты. Ну, на самом деле, нам повысили всем за зарплату в отеле, где я сейчас работаю. Я работаю уже в... Захар. Я уже работаю в большом отеле на большую, как бы, корпорацию, компанию, которая имеет сеть отелей по всей Америке. Это Days Inn, отель такой называется. Days Inn. Вот. И, ну, конечно же, в Мангот у меня спрашивали, чем отличается работа на больших отелях, на большую корпорацию, нежели на вот какую-то маленькую частную, там, допустим, когда всего лишь один хозяин. Ну, во-первых, тем, что бонусы, конечно, для работников, это страховка в первую очередь, это оплачиваемый отпуск, выходные и праздники, даже там, несмотря на то, что это... Ты получаешь эти бонусы, там, зависит от часов, сколько часов ты работаешь. Если это, там, 32-40 или 45, ну, вообще 40, по-моему, то тогда ты можешь претендовать на эти бонусы. Я пока что работаю только, по-моему, ну, три раза в неделю, это всего лишь 30... Это 28 часов у меня, по-моему, всего лишь выходит. Сейчас я хочу сделать так, чтобы мне опять дали... Захар, ну громко сильно, ну, сынок! Твоемтики меня уже немного поддостали. Потише, потише сделай. Не слышно реально ничего. Так? Ну, как бы, включи, чтобы было слышно, но не громко, хорошо? Ой, ёпси-мопси, тут такая дорога, ты чё вообще? Я хочу вот этот трак обогнать, ну, как-то потихоньку. Так вот, хочу, чтобы мне дали больше часов, чтобы я могла тоже претендовать на страховку. У меня дело в том, что я работала 5 дней, и у меня было 40 часов, но потом, из-за того, что муж, как бы, ушёл на другую работу, он не смог мне помогать с моим сыном, и мне пришлось поменять график. Ну, и опять-таки, я же работала по ночам, когда я начала работать здесь, в Монтане. И очень долгое время я хотела, чтобы мне поменяли график. Чтобы мне поменяли график на другие смены, потому что работать ночью, это, конечно, очень тяжело. Вот, и они мне его, наконец-то, поменяли на утренние смены, но пока что у нас там ещё меняется менеджмент, точнее, не менеджмент, ну, так сказать, руководство. И вот я пытаюсь добиться, чтобы мне дали 4 дня. Тогда это будут довольно хорошие деньги, то есть я буду получать даже работать 4 дня, тысячу там 800 или там 700, ну, где-то так, плюс-минус налог, это выходит полторы тысячи. То есть, соответственно, это неплохие деньги, если учитывать, что я не работаю 5 дней, у меня будет 3 выходных, на что мне будет хватать времени на себя, проводить с ребёнком и, там, опять же, готовить, убирать, делать свои видео и, собственно, кайфовать от жизни. Да, понятное дело, что особо с такой зарплатой, даже в 14 долларов в час, ну, много не сэкономишь. Это, и в принципе, по большому счёту, прожить на такие деньги тоже не так уж, ну, не очень-то возможно. Конечно, муж меня в остальном обеспечивает и, как бы, нам более-менее хватает. Поэтому, конечно, я рада, что мне повысили, наконец-то, зарплату и я пытаюсь как-то делать balance in my life, балансировать свою жизнь между выходными, выходными, ребёнком, заниматься собой, ухаживать за своей внешностью, чтобы я, там, не переутомлялась. Кто-то скажет, что я обнаглела вообще и страх потеряла. Но, ребят, я живу, стараюсь жить так, как я хочу, и каждый имеет, я считаю, на это право. Ну, вот, поэтому я работаю три дня пока, собираюсь четыре. Это не то, что я, там, не хочу работать. Мне моя работа очень нравится. Но у нас пришла, там, тётка одна в отель, это менеджер это, и такое ощущение, что она меня, вот, просто не навидит, не знаю, там, с первого взгляда почему-то. Она, мне кажется, просто пытается меня оттуда выжить. Я не знаю уж почему, я ничего ей не сделала, я свою работу выполняю. И никогда за всю мою жизнь вообще в Америке, за все восемь лет я с таким, с такой фигнёй не сталкивалась. Но посмотрим. Она у нас временна пока что. То есть она у нас не постоянный менеджер. И я надеюсь, что она через две недели уедет, и у меня всё наладится, и будет всё так, как я хочу. Так, куда-то пропало солнце, вообще. В принципе, погода, как в Сиэтле, что тут удивляться. Но мы ещё даже с Монтаны не поехали. Там дальше будет опять Curves. Ой, блин. Машины меня поджимают, подгоняют. Но я не хочу ехать быстрее. Я им даю возможность меня обогнать, потому что я на таких дорогах и мостах. Мне мостах водить на скорости. Лучше не рисковать, потому что опасно. Ну вот, мысли свои я вам высказала. Какие у меня были по этому поводу. Что у меня происходит на работе, и что у меня происходит в жизни. Поры закончились, и я пока отключаюсь. Всё, 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 всё.